Всем добрый день! Сегодня у нас 21 мая 2019 года. Ремонт квартиры 44 квадратных метра в Коломенском районе. Что сделали за это время? Поставили перегородку, вот вы видите на заднем плане, из влагостойкого гипецкартона толщиной 12,5 мм. Производство компании КНАЛ. Также поставили уже защитные уголки и отшпаклевали. Дальше. Санузел у нас уже штукатурен по маякам. Вы видите, в районе маяков еще штукатурка не высохла, мы их выдернем. Штукатурили мы цементно-песчаной смесью. Производство компании Волма. Акваслой. Вот так вот выглядит. Тут у нас часть осталась. Дальше. Разводку еще пока не делали. Но сделали тоже перегородку. Это у нас ниша будет под стиральную машину. Я тоже об этом уже говорил. Вот эта вот стена у нас из профиля сделана толщиной 100 мм, а боковые стены у нас из профиля 50 мм. Утепляться будет, соответственно, 100 мм и 50 мм. 50 мм, потому что мы немного не проходили по глубине. Во-первых, шкаф. А во-вторых, у нас с другой стороны будет холодильник. Но это, конечно, не все, что мы сделали. Также вы видите на заднем плане, что мы уже поставили новые батареи. Сейчас покажу более подробно. Сергей, кстати, на заднем плане сейчас у нас выравнивает высоту откосов оконных, потому что они все у нас должны быть одинаковые. По батареям. То есть, как я и говорил, у нас краны американки. Вот сейчас подробнее покажу. Краны у нас производства компании Valtech. Американка – это разъемные соединения. То есть вы в любой момент можете, если батарея у вас потекла, снять и повесить просто новое. Вам не нужно звонить никуда, в управляющую компанию, идти к ним на поклон, чтобы они сливали стояк. Зачем это нужно? В любое время года вы можете сами поменять батарею. Также у нас здесь батарея крепится на арматурных стержнях, потому что то крепление, которое продается, оно очень хлипкое. Батарея у нас вот эта вот новая. Остальные мы оставили прежние, потому что они в хорошем состоянии. Еще с завтрашнего дня у нас приступает электрик к работе, поэтому вот этого вот всего вы больше не увидите. Еще хотел рассказать немного про закупку материала. Сегодня как раз я заехал и закупил весь нужный материал. То есть он у нас вот здесь вот лежит, аккуратно сложен. То есть это гофра 20-миллиметровая, производство компании ДКС, хорошего качества. Дальше по щитку у нас это будет Шнейдер, производство на 24 модуля, серия Изи, стоит 1231 рубль такой щиток. По счетчику мы установим новый счетчик электричества, это Меркурий 201, ну самые популярные счетчики. По автоматам у нас тоже будет это Шнейдер Электрик и серия у нас будет дымовой. По кабелю, кстати, обращаю ваше внимание, что обязательно использовать ГОСТовский кабель. Здесь он у нас производства Калужского кабельного завода. Это ГОСТовая ВГНГ 3х1,5 и 3х2,5. Пока что мы закупили по 100 метров и того, и того. Кабель 3х1,5 у нас идет на свет, а кабель 3х2,5 у нас идет на силовые розетки. То есть это на кухню, например, у нас пойдет, на стиральную машину 3х2,5, ну и на остальные розетки, которые у нас здесь есть в квартире. Также закупили еще изоленту, даже без нее, телевизионный кабель, потому что у нас здесь антенна стоит. Дальше подрозетники такие стандартные, по 9 рублей они стоят. Распределена коробка, размер ее 100 на 100 на 50 миллиметров. Дальше, кто знает, вот еще кабельные стяжки с отверстием под винт, очень удобная штука, упаковками они продаются по 100 штук. Ну и, естественно, дюбель-хомут тоже мы закупили для крепления кабеля, например, в стене в штробе, очень удобно. Чтобы проверить, например, работает у нас свет или не работает, обычные подвесные подрозетники, естественно, обычные лампочки. И ваговские зажимы будут у нас использованы в распределительной коробке. Еще хотел сказать про отчетность. Вот чек, чеки у вас должны быть. Складывайте их, пожалуйста, в отдельную папку. Удачи!